Как было сказано, тема моего доклада посвящена одному из наиболее частых явлений при лечении таргетными препаратами – это развитие артериальной гипертензии и в вопросах ее коррекции. На сегодняшний день, как было сказано выше, для лечения высокодифференцированного рака щитовидной железы зарегистрированы два таргетных препарата – это СОРАФИНИП и ЛЕНВАТИНИП. Эти препараты относятся к мультикиназным ингибиторам, и одним из механизмов их действия является ингибирование рецепторов семейства сосудистого эндотелиального фактора роста. И к настоящему времени известно, что развитие артериальной гипертензии является класс-эффектом данной группы препаратов. И также, по мнению некоторых экспертов, может коррелировать с таргетной активностью препарата. Данные по частоте развития артериальной гипертензии на фоне лечения антиангиогенными препаратами варьируют от 11 до 73%. И согласно данным исследования СЕЛЕКТ, у пациентов, получавших препараты ЛЕНВАТИНИП, частота развития артериальной гипертензии составила 68% случаев. При этом тяжелая артериальная гипертензия была зарегистрирована у 42% пациентов с подъемом давления выше 180 на 110 мм рт. ст. Согласно данным метаанализа, посвященному препарату СОРОФИНИП, артериальная гипертензия регистрировалась у 21% пациентов. При этом тяжелая артериальная гипертензия была зарегистрирована в 6% случаев. И в настоящий момент механизмы формирования артериальной гипертензии все еще изучаются. И предполагается, что основной механизм повышения артериального давления – это угнетение синтеза азота, который является, как известно, важным вазодилататором. И, как следствие, у пациента повышается общепериферическое сопротивление и формируется артериальная гипертензия. Забегая вперед, отмечу, что именно поэтому препаратами выбора для лечения лекарственной артериальной гипертензии будут являться периферические вазодилататоры. Это дигидроперидиновые блокаторы кальциевых каналов и блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Также изучаются другие механизмы формирования гипертензии – это уменьшение капиллярной плотности, повышение артериальной жесткости и формирование детальной дисфункции. Отдельно следует выделить снижение функции почек, которое может приводить к формированию артериальной гипертензии, а также ухудшать текущую артериальную гипертензию. И степень повышения давления зависит от типа молекулы, дозы препарата, длительности терапии ингибиторами VGF, возраста пациента и наличия сердечно-сосудистых факторов риска. При этом степень повышения артериального давления может варьировать как от незначительного повышения до удвоения цифр систолического артериального давления. И, как правило, начальные проявления наблюдаются уже на второй неделе от начала терапии, однако у некоторых пациентов могут развиваться только к первому году лечения препаратами. И поэтому именно до назначения таргетной терапии необходимо у каждого пациента достоверно определить исходный уровень артериального давления, оценить сердечно-сосудистые риски, выделив группы высокого и очень высокого риска, определить отсутствие или поражение органов мишеней, ассоциированных клинических состояний, для чего необходимо выполнить диагностический минимум обследования, который будет включать в себя клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови с определением уровня глюкозы, креатинина с расчетом скорости клубочковой фильтрации, определение электролитного профиля, липидограммы и инструментальные методы обследования, включающие в себя электроэхокардиографию. Еще раз подчеркну, что именно до начала назначения препаратов необходимо понимать, какие рабочие значения артериального давления имеются у пациента. Для этого можно использовать как самостоятельное введение дневника пациентам с фиксированием записи, как в бумажном, так и в электронном виде, измерение также офисного давления на приеме у врача, либо же, что более информативно, использовать суточное мониторирование артериального давления. Какие же факторы сердечно-сосудистого риска, на которые мы обращаем внимание? Это мужской пол, это возраст для мужчин старше 55 лет, для женщин старше 65, это курение, наличие дислипидемии, причем важен каждый показатель липидного профиля. Это наличие гиперурекемии, нарушение углеводного обмена, избыточная масса тела, либо ожирение. Это отягощенный семейный анамнез по развитию сердечно-сосудистых заболеваний у родителей в молодом возрасте, в том числе и формирование артериальной гипертензии. Это ранняя менопауза у женщин, малоподвижный образ жизни, частота сердечных сокращений в покое более 80 ударов в минуту и различные социально-экономические факторы. Что же стоит понимать под поражением органов мишени? Это наличие артериальной жесткости, о которой будет свидетельствовать повышение пульсового давления. Напомню, что это разница между систолическим и диастолическим давлением. Это признаки гипертрофии левого желудочка, выявленные по данным электро- либо эхокардиографии. Наличие альбуминурии, подтвержденной хронической болезнью почек в третьей и последующих стадии. Это снижение лодыжечно-плечевого индекса, которое будет свидетельствовать о поражении периферических артерий. И наличие выраженной ретинопатии. Особого внимания требуют пациенты с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями, к которым относят поражение сосудов мозга и перенесенные ранее в анамнезе ишемические геморрагические инсульты, либо транзиторные ишемические атаки. Это ишемическая болезнь сердца, наличие в анамнезе инфаркта, стенокардии, перенесенные ранее ревоскулиризации миокарда. Это выявлены при ангиографии стенозы больше 50% в магистральных артериях, наличие сердечной недостаточности, в том числе с охранной фракцией выброса, заболевания периферических артерий, наличие фибрилляции предсердий. Отдельно стоит выделить пациентов с хронической болезнью почек 4-5 стадии и наличие сахарного диабета с поражением также органов мишени. Именно пациенты данной группы требуют тщательного внимания и также по мере нарастания артериального давления нарастают и риски развития сердечно-сосудистых событий. Также важно отметить, что мы оцениваем риски не для отказа пациенту в таргетных препаратах, а именно для выявления сопутствующих заболеваний и своевременной их коррекции. Итак, напомню, что артериальная гипертензия – это синдром повышения систолического артериального давления, больше или равно 140, где астолического – больше или равно 90 мм штутного столба. Артериальная гипертензия индуцированной таргетной терапией – это прогрессирование, повышение артериального давления на фоне ранее существующей артериальной гипертензии или же впервые возникшее повышение артериального давления. Классификация по степеням всем хорошо известна. Значения представлены на данном слайде. Выделяют три степени. И не стоит забывать, что также выделяют изолированную систолическую гипертензию, наиболее часто встречающуюся у пациентов пожилого возраста. И экспертным обществом кардиологов и онкологов были разработаны рекомендации по контролю и лечению артериальной гипертензии у пациентов, получающих таргетную терапию. И так, еще раз подчеркну, важно понимать, имеем мы дело с пациентом с артериальной гипертензией в анамнезе. И в этом случае подбор и коррекция антигипертензивной терапии с достижением целевых цифр артериального давления должна быть выполнена до начала лечения. Если же у пациентов впервые на фоне получения таргетной терапии фиксируется повышение давления, то начинать антигипертензивную терапию необходимо сразу же, не наблюдая, не дожидаясь более выраженных цифр артериального давления. И какие же основные принципы следует соблюдать? В отличие от обычной рутинной практики по лечению артериальной гипертензии, у пациентов, получающих таргетную терапию, необходимо быстрая тетрация доз антигипертензивных препаратов, которая, как правило, должна осуществляться в первую неделю лечения от начальной к терапевтической. Также необходимо контролировать артериальное давление на фоне лечения таргетными препаратами первые 4-6 недель, при условии, что пациент самостоятельно, ежедневно измеряет артериальное давление и фиксирует показатели в виде дневника. И целевые уровни давления в процессе терапии должны быть менее 140 на 90 мм ртутного столба. Алгоритм выбора антигипертензивного препарата зависит от степени повышения артериального давления. Если у пациента наблюдается умеренный подъем артериального давления, то у пациентов моложе 55 лет стартовая терапия осуществляется с блокаторов ренино-ангиотензина-лидосторонной системы. Это либо ингибиторы АПФ, либо сортаны. У пациентов более старшей возрастной группы препаратами выбора являются дегидроперидиновые и блокаторы кальциевых каналов. Если же у пациента выраженная артериальная гипертензия второй и больших степеней, стартовая терапия должна начинаться с комбинации обоих групп препаратов. Также блокаторы кальциевых каналов могут заменяться на бета-блокаторы в зависимости от сопутствующих заболеваний пациента. Если же двойная терапия оказывается неэффективной, необходимо добавлять третий препарат, который либо это диуретик, либо это использование бета-блокаторов опять-таки в зависимости от сопутствующих заболеваний пациента. При неэффективности тройной терапии используются все четыре группы препаратов, и в последующем могут добавляться препараты центрального действия, а именно моксонидин. Отдельно основные используемые препараты приведены на слайде. Здесь важно обратить внимание на минимальные и максимальные дозы, на стартовую дозу препарата и на кратность приема в день. Как правило, большинство препаратов принимаются однократно, за исключением всем знакомого и налаприла, и корвидилола. Можно сюда добавить еще препарат метапролол, который также можно использовать. Все остальные препараты принимаются однократно, что немаловажно, с учетом того, что пациент получает лекарственные препараты, и, как правило, желательно выбирать препараты, которые принимаются один раз в день. И несколько слов по каждой группе препаратов и преимущественных их показаниях и противопоказаниях. Ингибитор ангиотензин превращающего фермента показан пациентам с хронической сердечной недостаточностью, наличием систолической дисфункции левого желудочка, наличием как диабетической, так и недиабетической нефропатии для снижения прогрессирования хронической болезни почек. И к противопоказаниям относятся двусторонний стонус почечных артерий, наличие ангионевротического отеков, наличие гиперколемии. Блокаторы рецептора ангиотензина-2. Показания аналогичны ингибиторам АПФ. Единственным дополнением будет непереносимость как раз-таки ингибиторов АПФ, которая редко, но может развиваться у некоторых пациентов и клинически будет проявляться в виде сухого кашля. Тогда этим пациентам показано назначение сортанов. Противопоказания аналогичны. Двусторонний стонус почечных артерий, ангионевротический отек ранее. Бета-блокаторы назначаются пациентам с наличием стенокардии, перенесенным инфарктом в анамнезе, с наличием хронической сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий. И к противопоказаниям относятся бронхиальная астма, нарушение проводимости синоатриальной, атриовентрикулярной блокадами 2-й и 3-й степени, с выраженной изначальной стойкой брадикардией, частота сердечно-сокращений меньше 60 ударов в минуту. И относительным противопоказанием является наличие у пациента сахарного диабета. Дегидроперидиновые блокады кальциевых каналов показаны в основном пожилым пациентам, пациентам с изолированной систолической артериальной гипертензией. И абсолютных противопоказаний у этой группы препаратов нет, но стоит с осторожностью назначать их пациентам с тахиаритмиями, с наличием сердечной недостаточности, с низкой фракцией выброса. И также с функционального класса, и 3-го, 4-го функционального класса, и с наличием отеков нижних конечностей. Теозидные диуретики показаны также пациентам пожилого возраста с изолированной систолической артериальной гипертензией и с наличием хронической сердечной недостаточности. С осторожностью могут они применяться, но тем не менее необходим контроль электролитного профиля у пациентов с подагрой, с метаболическим синдромом, с наличием гиперкальцемии и гипокалемии. И несколько слов по рекомендации по лечению артериальной гипертензии на фоне терапии ленватенибом. Что касается уровня повышения артериального давления. Если фиксируется умеренный подъем артериального давления до 160 на 100 мм рт. ст. Рекомендовано как раз таки назначить терапию, о которой говорилось ранее антигипертензивную. И при нормализации артериального давления терапия может быть продолжена. При высокой степени артериальной гипертензии рекомендовано приостановить прием препарата и усилить антигипертензивную терапию, скомбинировать препараты. И при этом при снижении артериального давления ниже 150 и 95 мм рт. ст. в течение двух суток можно возобновить прием препарата в уменьшенной дозе. И в случае, к сожалению, если у пациента развиваются жизнеугрожающие состояния, гипертонические кризы, неврологические нарушения, то препарат приходится отменять, пациенту оказывать неотложную помощь. И в последующем, в зависимости от его состояния, от цифр артериального давления, поднимать вопрос возобновления терапии. И после окончания терапии ингибиторами тирозинкиназ, если пациент ранее в анамнезе имел артериальную гипертензию, то одновременно с отменой рекомендован возврат к прежней плановой терапии в дозировках изначальных, которые пациент принимал. Если же у пациента ранее не было артериальной гипертензии, то терапия отменяется одновременно с таргетными препаратами. И в завершении скажу, что артериальная гипертензия является управляемым нежелательным явлением, и своевременное ее выявление и коррекция позволяют избежать снижения дозы таргетных препаратов, отмена их, что значительно влияет на выживаемость пациентов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...